Здравствуйте! Самые заметные события жизни Хабаровска в программе «Город сегодня». Все кредиты за прошлый год удалось погасить. Корректировки бюджета Хабаровска обсудили депутаты городской думы. Как сообщает открытый город, сумма муниципального долга составляла почти миллиард рублей. Погасить банковские займы удалось с помощью бюджетных кредитов. Это позволило сэкономить 12 миллионов рублей. Брать деньги взаймы у банков администрация города вынуждена, чтобы покрыть все необходимые расходы. Собственных средств города на это не хватает. Сказочный замок откроет в парке «Северный праздник». По этому случаю состоится в пятницу 24 мая. Аниматоры готовят для детей песни, конкурсы и головоломки. Открытие парка развлечений хабаровчане ждали два года. Во время стройки сказочный замок успел пережить пожар. Сегодня на территории тематического парка расположено три замка, логово дракона, пещера, домик колдуньи, сказочный лес и различные аттракционы. В зависимости от сезона парк развлечений будет меняться. Встретить лето в традициях Якутии смогут хабаровчане. Национальный праздник отметят в пригороде на берегу Амура. Исаах в Якутии это аналог русской масленицы и одновременно Нового года. В этот день провожают Диму и сразу встречают лето. Главное на празднике это веселье и изобильный стол. По традиции в этот день гостей угостят кумысом и национальными блюдами и устроят состязания в национальных видах спорта. В Хабаровске и Якутске Исаах отмечают уже несколько лет. Холодная вода и электроэнергия в дома Хабаровска подаются без перебоев. Это информация о городской диспетчерской на 22 мая. Горячей воды по-прежнему нет в тех районах, где испытания проводят ТЭЦ и Котельная. Отключение ресурса в еще семи домах с проходящими испытаниями никак не связано. На улице Аксенова и в нескольких домах в районе улицы Лермонтова горячей воды нет с прошлой недели. Оба случая аварийные. Повреждения выявлены в тепловых колодцах. Почему так долго не удается с ними справиться в городской диспетчерской не уточняют. Одной из этих аварий занимаются тепловые сети, за устранение другой отвечает военное ведомство. В прошедшие сутки 21 автомобиль с городских улиц эвакуатора вывезли на арест площадки. Водители оставили машины там, где правила запрещают это делать. Количество дорожно-транспортных происшествий в Хабаровске продолжает расти. За сутки вторника полицейские зарегистрировали уже 57 аварий, плюс 3 к результату за понедельник. Количество пожаров за сутки снизилось всего на один. Итого на тушение пожарные выезжали всего два раза. На пульт 03 поступило 702 вызова. Диспетчеры отмечают небольшое снижение количества звонков. Движение на перекрестке улиц Краснореченской и Суворова полностью перекроют в конце недели. Ограничение коснется всех видов транспорта, в том числе пассажирского. Выезд автомобилей на перекресток закроют в пятницу 24 мая в 10 часов вечера. Открыть движение по плану должны через два дня, 26 мая в 6 часов вечера. Автомобильный транспорт сможет объехать место работ по другим улицам Южного. Как изменится схема движения пассажирского транспорта, в пресс-службе администрации города пока не уточняют. Ограничение движения на перекрестке связано с реконструкцией улицы Краснореченской. Сейчас строители уложили нижний слой дорожного покрытия на двух участках между улицами Богачева и Союзной, а также от Суворова до Прогрессивной. Теперь их необходимо соединить. Чтобы завершить строительные работы за два выходных дня, строители будут привлекать дополнительную технику. Всего на перекрестке будет работать 25 машин и 30 рабочих. Будет работать землеройная техника, параллельно будет ввестись устройство дорожной одежды, основание и поднятие трамвайных путей в ночь будет производиться. В Хабаровске весна, а в Южном полушарии осень. Крупный поставщик фруктов Новая Зеландия собирает урожай и экспортирует яблоки в десятки стран мира, в том числе и на Дальний Восток. Попробовать их можно, заплатив на кассе вот такую цену. Многие эксперты считают Новую Зеландию мировым лидером в селекции яблок. Множество популярных сортов вывели именно в этой стране. Например, всем известные яблоки Гала создали именно новозеландцы, причем больше 50 лет назад. В Хабаровский килограмм яблок Гала можно купить за 140 рублей. Всего на 10 рублей дороже стоят яблоки Смиттен. Для этого сорта характерна очень сочная и хрустящая мякоть с небольшой долей мучнистости. Самые дорогие в этом ряду яблоки Принц. Сорт с королевским названием стоит 160 рублей за килограмм. А вот как для сравнения выглядят цены на яблоки из Азербайджана. Тот же сорт Гала стоит уже 160 рублей за килограмм. На 20 рублей дороже новозеландского варианта. Еще один популярный в мире сорт Гренни Смит был выведен в Австралии в конце 19 века. Хабаровские магазины предлагают купить по 140 рублей за килограмм. Эти кислые и сочные яблоки хорошо утоляют жажду, но многие могут показаться жестковатыми. Для поклонников сладких яблок есть сорт Golden Delicious. Килограмм стоит 160 рублей. Эти желтые яблоки часто используются для приготовления салатов и яблочного пюре. Мультфильм о Хабаровске покажут на уличных экранах в День города. Его создали местные художники и аниматоры, а музыку исполнил Дальневосточный симфонический оркестр. В этом году Хабаровск отмечают 161 годовщину со дня основания. Какие подарки подготовили к этой дате для жителей и гостей города во время пресс-конференции рассказал мэр Сергей Кравчук. Официально днем рождения Хабаровска считается 31 мая, но массовый праздник состоится в первый день лета. Он начнется в 10 часов утра с театрализованного шествия. Улица Муравьева-Амурского на время станет пешеходной. Хабаровчане пройдут от Комсомольской площади до площади имени Ленина. В это время на уличных экранах покажут мультфильм об основании города. Его создала местная студия мультипликации. Меня самолюбие заело, в хорошем смысле этого слова, когда мне сказали, говорит, Мэр Петровал из Камчатска уже, по-моему, третий мультик заказал. А вы что? Я говорю, как? Вот так вот, говорит? Ну, говорю, давайте, ребята, и нам будем делать. После театрализованного шествия начнутся уличные концерты. В парке Динамо заработает выставка, а улица Муравьева-Амурского станет площадкой для арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск». Завершится праздник фейерверком. Он начнется в 10 часов вечера и продлится 13 минут. В этом году используют несколько десятков высотных японских зарядов. Сопровождать залпы будут управляемые самолеты с иллюминацией. Впервые яркое зрелище пройдет под музыку. Мы устанавливаем мощные колонки в четырех местах. И, ну, практически, наверное, 50-60 процентов территории города будут слышать эту музыку. Ко дню города мэрия подготовила и другие подарки. К праздничной дате сдадут 8 объектов, в том числе новое помещение художественной школы, тематическую детскую площадку в парке Северный и два сквера на улице Запарина и Уссурийском бульваре. Алла Баковкина, Ксения Брониславская и Константин Пестерев, телеканал «Губерния». В канун Дня города в Хабаровске традиционно объявляют нового почетного гражданина. В 1995 году конкурсное жюри присудило это звание заслуженному работнику культуры Сергею Травкину. Благодаря его трудам сегодня известны имена жителей города, погибших во время Великой Отечественной войны. Сергей Степанович Травкин родом из Смоленской области. Участник Великой Отечественной войны в 1950 году переехал в Хабаровск. Именно здесь раскрылся его талант историка и поисковика. Сергей Травкин долгие годы возглавлял Хабаровскую секцию комитета ветеранов войны. На этом посту он начал подготовку к изданию двух томов книги памяти, в которую было внесено свыше 40 тысяч фамилий хабаровчан и жителей края. Чтобы узнать о судьбе этих людей, ветеран рассылал тысячи писем по всей стране. Под его руководством были составлены списки погибших в войну хабаровчан, а их фамилии увековечены на мемориале площади славы. Звание почетного гражданина Хабаровска Сергею Травкину присвоили, когда ему было 73 года. Промышленный форум «Технолето» начинается в Хабаровске завтра, 23 мая. На одной площадке будут представлены сразу четыре проекта, которые посвящены энергетике, безопасности и связи, архитектуре и интерьерам. 10 тысяч квадратных метров «Ерофей-арены» будут заполнены товарными новинками и собственными разработками предприятий. В основном выставка-ярмарка ориентирована на бизнес, но кое-что горожане смогут подсмотреть и для себя. Большой популярностью обычно пользуются дачная и садовая парковая мебель и оригинальные решения для обустройства зоны отдыха. Бить сердце на осколке новым концертным шоу завтра будет Сергей Пенкин. Артист, у которого бывает только хорошее настроение, готов делиться им со зрителями. Певец продолжает экспериментировать с репертуаром и музыкальными стилями. Часть концерта артист решил посвятить Алле Пугачевой, певица в этом году отметила юбилей. Сергей Пенкин исполнит целый блок песен из ее репертуара. Гастроли Забайкальского драмтеатра продолжаются в Хабаровске. В свой юбилей театр щедро дарит подарки хабаровским зрителям. Очередной спектакль – комедийный тортюф. В основе старая пьеса Мольера, но забайкальский режиссер прочитал ее по-новому. Современная музыка, актуальные диалоги, напряженный сюжет и неожиданные повороты. Спектакль рассчитан на зрителей разного возраста. Это была программа «Город сегодня. Жизнь краевой столицы в событиях, людях, цифрах». Информационная служба телеканала продолжает свою работу. Увидимся в городе. Счастливо!